Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители! Поздравляю всех со святками и со старым Новым годом! Святки начинаются после Рождества и заканчиваются перед крещением. И один из святочных обычаев – собираться всей семьёй по вечерам, звать как можно больше гостей в дом, садиться и рассказывать сказки, и загадывать сложные загадки. И я предлагаю вам тоже занять места, налить себе что-нибудь вкусное, чай или кофе, и мы приступаем к сказке. Ну а перед тем, как рассказать, прочесть эту сказку, знакомую всем с детства, я немножко расскажу о художнике, который декорировал, иллюстрировал эти замечательные сказки. После своей экспедиции по Тверской губернии Иван Билибин начал иллюстрировать русские народные сказки сборника Афанасьева. Всего их было семь. Дарили. Вот у меня только три этих книжки. Это Василиса Прекрасная. Фёрышка финиста Ясна Сокола. И сказка об Иване Царевиче, Жар Птице и о Сером Волке. И давайте прежде внимательно рассмотрим, не просто посмотрим иллюстрации, но и посмотрим сами книжки. Потому что Билибин создавал вот на таких маленьких узких книжках, тетрадочках, он создавал каждую сказку отдельно. Но для всех вот этих семи сказок, которые я перечислила, была создана одна и та же обложка. И на этой обложке вы видите одинаковые рисунки. И первое, что нам сразу бросается в глаза, это затейливый рисунок букв в названии сказок. Это славянская вязь, особо декоративное письмо, распространенное в 15 веке, в котором строка представляет собой непрерывный орнамент, излюбленный вид декора того времени на Руси. Билибин хорошо знал шрифты различных эпох, устав и полуустав. Кстати, устав – это древнейшая форма кириллицы, характерная для рукописи 11-13 веков. А полустав – это новая форма кириллицы, сложившаяся в 15 веке. Кстати, на обложке можно увидеть и излюбленные персонажи русских сказок. Это три богатыря, птицу Сирин, змея Горыныча, избушку Бабы-Яги. Все страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками, как деревенские окна, резными красивыми наличниками. Они не только декоративны, но имеют содержание, как бы продолжение основной иллюстрации. Краска Василиса Прекрасная. И та же сама обложка с птицей Сирином. Ну вот, посмотрите. Начинается вот с такими Сиринами. И видите, здесь уже Баба-Яга Василиса Прекрасная. Видите, название шрифта какое. Самым главным для Ивана Яковлевича было создание атмосферы русской старины, эпоса, сказки. Из подлинных русских орнаментов, деталей он создавал полуреальный, полуфантастический мир. Вы видите Черного Всадника, олицетворение ночи, Черный Всадник на Черном Коне. И вокруг него мифические птицы с женскими головами. Сказочная рамка для основной иллюстрации. А это уже Красный Всадник на Красном Коне, олицетворение Солнца. Это день. И если для ночи были подобраны священные птицы, девы, сирин, темная сила, посланница, властелина подземного мира, то для солнечного дня, для Солнца рамка и чудесного белого клевера. А вот и сама Баба Яга на иллюстрации. И вокруг нее тоже вот такой вот узорчатый рисунок. Баба Яга вышла во двор, свистнула, Перед ней явилась ступа с пистом и помелом. Бармелькнул Красный Всадник, зашло солнышко. Баба Яга села в ступу и выехала со двора. Пистом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. И вот благодаря и этим сказкам, и замечательным иллюстрациям, вокруг нас уже создалась волшебная атмосфера сказки. А вот и еще одна сказка об Иване Царевич, Жар-птице и о сером волке. И рисунок на заглавной странице у каждой книжки разный. Да? Посмотрите, какая буква. Как красивая. Какие иллюстрации. Вот Иван Царевич пытается поймать птицу. Вот он на перепуте. И вот он уже на сером волке. И даже здесь, да, вот, казалось бы, иллюстрация. Он привел свою невесту к отцу. Но, видите, волки, волки, волки. Тема продолжается. Волки. Волки. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Демьян. У него было три сына. Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. И был у царя сад, такой богатый, что лучше того сада не найти ни в одном царстве. В том саду росли разные дорогие деревья. И была там одна яблоня, что приносила золотые яблоки. Царь эти яблоки очень берег. И каждое утро счет им вел. Вот стал замечать царь, что кто-то по ночам стал заурить его сад. В саду у царя-батюшки, где яблонька дивная росла с золотыми яблоками, Вор завелся. Вор завелся у нас в саду. Изловить бы. Как ночь, так яблоки пропадают. Пожар! Кто это там, батюшка? Блин! Ох, жар птица! Красавица-то какая, батюшка! Батюшка! Поймать ее, разбойницу, подскочить, да и схватить. И лек разогнался, обожжешься. Вот и все обклевало. Я сейчас. Давай, давай, Ваня! Держи ее! Мы тут с тобой. Кто мне жар птицу доставит, тому пол царства. А может, и все, пожалуй. Благослови, батюшка! И меня благослови. А как же я один останусь? Про обещание забудь! Батюшка, да я ведь мигом. Остался царь-батюшка один. Годы молодые вспоминать, да сыновей дожидаться. А им временно стало удаль свою показать, судьбу испытать. Прямо поедешь, и тебе, и коню поедем. Влево поедешь, сам живым не будешь. А вправо сам жив будешь. А конь твой погибнет. А братья куда поехали? А братья твои прочь повернулись! Страшно стану Ивану-царевичу. Да и весело. И свернул он вправо. Если уж сам не погибну, думает, то и коня своего защитить сумею. О, конь ты мой, друг мой верный. Сказано тебе было, что конь будет мертв. Беги, беги, Ивану-царевичу. Ищи свою жертву, жертву, жертву. Горе мне, горе неразумному, дети мои, Иванушка мой. Иван-царевич ночи и дни идет, пробирается, сам не зная куда. Однако возвращаться не думает. Обещал я батюшке жар птицу добыть, Старость его порадовать. Вот и не поверну. Обыщу хоть всю землю, А найду, диво, птицу. Найду и батюшке принесу. А царство брать, может, и не буду. Буду, покуда батюшке помогать. Жаль мне тебя, Иван-царевич. Залел я твоего ханя. Садись на меня. Послужу тебе верой и правдой.